Всем привет! В эфире TNT Music, программа «Гаджеты и люди» и я, ее ведущая, Алена. В ближайшее время вы узнаете все самые интересные новости из мира высоких технологий. Поехали! Сегодня в выпуске. Шапки с наушниками, графитовое платье, дрон-чехол для селфи, искусственная кожа на 3D-принтере, робот-садовник и робот-угорь. Среди вещей в магазинах порой открываешь для себя очень интересные товары. Так вот сейчас на прилавках в магазинах можно найти шапки со встроенными наушниками. Кому они нужны и зачем, узнаете прямо сейчас. Эти необычные шапки для тех, кто от головы до пят, пропитан звуками музыки и просто жить без нее не может. Так же, как мы на TNT Music. Особенно в морозную погоду. Кнопка, с помощью которой наушники управляются, выведена на корпус. Она регулирует громкость, прокручивает плейлист и принимает звонки. К смартфону или планшету эта чудо-шапка подключается через Bluetooth. Есть три линейки подобных вещей – хендмейд, спорт и лайфстайл. Причем аксессуары первой серии вяжутся вручную. В случае, если шапку нужно постирать, наушники легко снимаются. Несправедливо, конечно, но все же владельцам яблочной продукции с такими гаджетами значительно проще, поскольку управлять наушниками можно с помощью Siri. Как-то я рассказывала вам о том, что был создан дрон для селфи, который делает снимки и отправляет их на телефон. Сейчас инженеры посидели, подумали и пришли к выводу, что это слишком сложно для мобильных людей нашего общества. Так был создан дрон-чехол. Этот чехол надевается на смартфон, после чего лопасти дрона раскрываются и получается полноценный, но миниатюрный беспилотник, который сам сделает снимок с любого ракурса. В этот чехол встроена камера на 8 мегапикселей, есть стабилизация и функция распознавания лиц и улыбок, так что на этого дрона можно смело положиться. Более того, такой беспилотник может следовать за владельцем и непрерывно передавать видео в Full HD качество. Правда, заряда батареи хватает всего на 5 минут полета, а за это время можно сделать порядка 20 снимков. Явный плюс такого чехла в том, что он подходит для большинства смартфонов с диагональю экрана от 4 до 6 дюймов. Еще одна полезная разработка. Ученые нашли способ, как печатать кожу человека с помощью 3D-принтера. Подробности в следующем сюжете. Ученым из Италии, наконец, удалось воссоздать кожу, которая повторяет строение человеческой. Для этого они использовали всего лишь 3D-принтер и биологические материалы. Примечательно, что полученная материя состоит из эпидермиса и дермы, что позволяет коже питаться и обновляться. Поэтому на ней можно тестировать разнообразную косметику, а также бытовую химию. В дальнейшем искусственную кожу планируют использовать для трансплантации, что поможет людям с сильными ожогами. А пока ее тестируют на животных. Робота-художника мы уже видели. Снегоуборщика тоже. А теперь в мире машин появился еще и садовник. Подробности в следующем сюжете. Робота, который сам умеет сажать овощи и зелень, разработали в Калифорнии. Он умеет еще поливать все эти растения и даже сам определит, какое количество воды необходимо каждому из них. Более того, сорняки на грядке этот робот вычислит с помощью встроенной камеры и уберет их без вреда для посевов. Такой садовник управляется с помощью приложения. А как уверяет его разработчик, такого робота не обязательно покупать. Его можно просто напечатать на 3D-принтере. Кажется, пройдет еще немного времени, и ученые придумают, как сделать роботов универсальными. Ведь эти машины уже освоили не одну область. Еще одна интересная разработка для настоящих шопоголиков. Необычное платье, которое меняет свой цвет в зависимости от частоты дыхания. С одной стороны, платье не выглядит как нечто необычное. Но весь фокус именно в материалах, из которых оно изготовлено. В структуру графеновой ткани был вшит специальный датчик. Он отслеживает частоту дыхания. При быстрых вдохах платье становится фиолетовым. Но как только дыхание снова стабилизируется, цвет изделия меняется на бирюзовый. На счету дизайнера уже не один десяток необычных изделий. Если собрать всю подобную одежду, получится неплохая коллекция. Еще один необычный робот был создан для подводных работ в труднодоступных участках. Выглядит он как змея, однако разработчики называют его роботом-угрем. Этот гаджет скорее не создан для частного использования. Да и пригодится он далеко не каждому. Робот очень мобилен и обладает хорошей маневренностью. А поэтому спектр его деятельности под водой очень велик. Этот механический уголь умеет осматривать подводное оборудование и передавать картинку на экран управляющему. Если понадобится, этот робот сможет и вентиль вкрутить, и заслонку поставить. Более того, этот гаджет легко проникает в труднодоступные места, куда без чьей-либо помощи не доберется даже самый способный водолаз. Немного жутковато, на мой взгляд, но главное, чтобы польза, ради которой был создан этот робот, была оправдана. А у меня на этом все. С вами была Алена и программа «Гаджеты и люди». Ищите нас в сети, подписывайтесь на соцсети, загружайте наше фирменное приложение и ждите новых выпусков. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»